Истихара Слово истихара однокоренное со словом хайр, собирательным термином, означающим «всё хорошее». Истихара также происходит от глагольной формы «истифаль», означающей «искать что-то». Таким образом, само по себе слово «истихара» означает «талабуль хайр», «искать хорошее», «искать то, что является благом». Сегодня мы говорим с вами о «салятуль истихара» — особой молитве, известной нам из Сунны Пророка, саляллаху алейхи вассалям. В достоверных хадисах придается особое значение тому, что посланник алейхи саляту вассалям практиковал эту молитву. В соответствии со значением слова «истихара» цель данного намаза — «искать благо от Аллаха Субхану Аталя». Истихара — это вам не шар судьбы. Знаете, такая игрушка, как бы предсказывающая будущее, продается в магазине приколов. Вы спрашиваете, пойти ли мне сегодня в торговый центр? Шар отвечает, возможно. Вот такой волшебный девайс. Я специально привел этот шуточный пример для контраста. Играя, люди задают случайный вопрос, встряхивают шар, получают случайный ответ и действуют согласно ему. Это как игральные кубики. Истихара — совершенно иное. Истихару можно представить как третий шаг в процессе принятия решений. Первым шагом является использование данного нам Всевышним Творцом интеллекта и критического мышления, которыми Аллах благословил каждого человека в той или иной мере. Аллах наделил каждого человека способностью учитывать факторы и выбирать разные варианты. Человек мыслит, обдумывает, размышляет, рассматривает и обрабатывает данные. Сначала человек использует свой акль, свой интеллект, способность думать, дарованную ему Аллахом. Поэтому в Куране Аллах Субхану Аталя придает особое значение разуму, людям, мудрости и понимания подобным вещам. Ведь это одно из величайших благословений Аллаха Субхану Аталя. Итак, это первый шаг в принятии решений. Учитывайте все обстоятельства, смотрите на доступные варианты, садитесь и спокойно размышляйте, изучайте вопрос, приходите к какому-то выводу и зачеркиваете ненужные варианты. Второй шаг в процессе принятия решения — истишара. Слово, созвучное с истихара, так как имеет ту же глагольную форму. Это арабское слово означает «искать совета». Слово «машуара» — «совет» от того же корня. Итак, второй шаг — это обращение за советом. Здесь многое зависит от того, в какой области вы пытаетесь принять решение. Например, вы хотите купить машину. Сначала проштудируйте интернет, походите по автосалонам, посмотрите автомобили вживую, закажите тест-драйв и так далее. Сократите количество вариантов примерно до трех-четырех моделей. Следующее, что вы можете сделать, отправляйтесь, к примеру, в мечеть, где вы знаете, есть один брат, работающий автомехаником. Поговорите с ним. Брат, посоветуй, ведь ты опытный и хорошо разбираешься в автомобилях. Что порекомендуешь? Я выбираю из трех-четырех машин. Что можешь о них сказать? Он ответит, эту я бы не покупал, у нее частые проблемы с трансмиссией, у этой машины быстрый износ и так далее и тому подобное. Это вы на второй стадии в поиске совета. Если ситуация более личная, связанная с жизненно важными решениями, тогда ищите совета у того, кто искренне и бескорыстно заботится о вас. У того, кто более опытный, зрелый и духовно развитый, кто может взглянуть на ситуацию с разных сторон. Это был второй шаг из Тишара, поиск консультации, совета. И, наконец, третий, завершающий этап процесса принятия решений из Тихара. Вспомним, что уже произошло к этому моменту. Вы не знали, что делать. Вы подобрали множество вариантов и путем отбора сократили их до нескольких. Затем обратились за советом, который позволил вам оставить лишь пару вариантов. Теперь вы колеблитесь между ними, склоняясь все же к одному из них. К примеру, выбираете из двух автомобилей, начинаете склоняться к покупке, скажем, Камара, а не Минивэна. Вроде бы простой выбор. Тем не менее, по какой-то причине никак не можете определиться. Возможно, у вас двое детей. Ну что ж, как-нибудь разместятся на заднем сидении. Вы начинаете склоняться к этому варианту, но что-то вас удерживает. Вам просто нужен небольшой толчок, чуть больше уверенности. И вы ищите это ощущение уверенности, чтобы принять окончательное решение. Вы подошли к этому моменту, первое, посредством критического мышления, используя интеллект, проведя исследования. Второе, вы обратились за советом, и теперь вы склоняетесь к одному из вариантов, но не хватает уверенности. Вам нужна ясность ума и сердца. Вот тут-то и вступает в действие стихара. Многие люди путаются с тем, как пользоваться стихарой. Они пытаются использовать ее, как тот магический шар из магазина приколов. Мне нужно купить дом. Пойду-ка я сделаю стихару. Что по-вашему произойдет? Чудесным образом у вас перед глазами возникнет картинка дома вашей мечты, и вы сразу поймете, что это он? А потом ищите, находите и покупаете? Так это не работает. Нам в семью нужна еще одна машина. Сделаю-ка я стихару. И на вас падает Хонда Цивик. Это так не работает. Пытаясь использовать стихару таким образом, люди впадают в замешательство. Я совершил стихару и запутался. Шейх, я совершил стихару и ничего не могу понять. Это не работает, а происходит то, что вы используете ее неправильно. Конечно, любой неправильно используемый инструмент не будет срабатывать должным образом. Применяйте стихару правильно. В этом все дело. Убедитесь, что используете ее на финальном из трех этапов процесса принятия решений. Такова концепция и роль стихары. Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и к Нему наши мольбы. Ассаляму алейкум. Мир вам, дорогие зрители. Спасибо тем, кто нас поддерживает, направляя на распространение ислама часть дарованного Аллахом. Наши дуа за вас и всех мусульман. Просим Всевышнего Аллаха удостоить нас своим прощением и милостью. Амин. Ссылка на страницу «Поддержим ми радио» в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok